А сейчас хотелось бы показать самые основные ошибки при работе с девайсом. Первое это неправильный стартовый контакт с материалом. Как видите, при таком стартовом контакте весь пылевой поток идет мимо патрубка и наша комната становится задымленной. Вторая самая распространенная ошибка это неправильное перемещение углошлифовальной машинки. Давайте посмотрим. Как видите, при неправильном перемещении также весь пылевой поток остается у нас в комнате, а не в вашем пылесосе. Для того, чтобы добиться максимального отбора пыли из зоны реза, нам необходимо провести следующие манипуляции. Поставить патрубок пылеотбора нам в материал и только затем начать врезаться. Перевещение нашей углошлифовальной машинки должно происходить так, чтобы штроба оставалась позади диска. В противном случае пылевой поток будет выходить через штробу, минуя наш пылеотвод и делая комнату очень задымленной. Давайте посмотрим, как работать правильно на практике. Как видите, инструмент работает практически без пыли. Однако некоторые мастера привыкли тянуть штробу на себя или сверху вниз. Как же быть в этом случае? Мы откручиваем ручку нашей углошлифовальной машинки для того, чтобы переместить ее в противоположную сторону. А затем разворачиваем штатный кожух нашей углошлифовальной машинки вместе с девайсом для пылеотбора. Закрепляем его. И теперь в том случае, если мы тянем штробу на себя, у нас также будет максимальная эффективность. Давайте посмотрим. Как видите, при правильном использовании девайса торговой марки механики, очень эффективны.